В эфире выпуск международных новостей в студии Жанна Мамилова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Шедевр Леонардо да Винчи с изображением Иисуса Христа продали на аукционе Кристи. Билл Гейтс решил пожертвовать 100 миллионов для борьбы с болезнью Альцгеймера. Доля православных христиан в мире сократилась. Шедевр Леонардо да Винчи с изображением Иисуса Христа продали на аукционе Кристи в Нью-Йорке за баснословный 450 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя комиссионные. Картина называется «Спаситель мира». Это последняя работа великого художника эпохи Возрождения, которая находится в частной коллекции. Полотно долгое время считалось утраченным. Специалисты предполагают, что заказчиком картины был король Франции Людовик XII. Затем она попала в Англию и в конце XVII века, возможно, оказалась в коллекции герцога Бикингема. Позже картину несколько раз выставляли на разных аукционах. В середине 2000-х полотно отправили на реставрацию, а затем на экспертизу в музеи США и Великобритании. Предполагается, что да Винчи написал «Спасителя мира» в зрелом возрасте, примерно в 1500 году. Очередная добрая новость от Билла Гейтса. Один из основателей компании «Микрософт» решил пожертвовать 100 миллионов для борьбы с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями головного мозга. Об этом он заявил в интервью Reuters. Миллиардер, по данным Forbes, за 2017 год его состояние оценивается в 90 миллиардов. Направит 50 миллионов фонду Demencia Discovery Fund, который базируется в Лондоне. С помощью фонда британское правительство сотрудничает с компаниями, которые занимаются поиском методов лечения болезни мозга. Еще 50 миллионов гейтс пожертвуют стартапам, которые занимаются исследованиями болезни Альцгеймера. Он отметил, что пока не существует лечения, которое смогло бы замедлить развитие этого заболевания, несмотря на десятки лет научных исследований. Однако, если на исследование будет направлено еще больше денег, то лечение в дальнейшем можно будет найти. Сегодня деменцией, наиболее распространенной формой которой является болезнь Альцгеймера, страдают почти 50 миллионов. Напомню, рекордное пожертвование Билл Гейтс сделал в июне. Почти 5 миллиардов были направлены на благотворительность. В скором времени израильтянам, часто летающим в США, не придется стоять в американских аэропортах в длинных очередях на интервью с агентом иммиграционной службы. МИД Израиля предложил американским коллегам распространить на всех граждан Израиля программу Global Entry, позволяющую быстро найти электронный контроль биометрических данных и без задержки войти на территорию США. Американская администрация дала принципиальное согласие. Соглашение о пилотном проекте Global Entry было подписано между двумя странами еще в 2012 году. В 2015 году он начал действовать и карточки для укороченного въезда получили 250 израильтян, в основном бизнесменов, часто летающих в США. Теперь МИД хочет расширить эту программу на всех израильских граждан. В Москве открывается первая глобальная конференция ВОЗ по туберкулезу, сообщают Вести. В мероприятии участвуют представители десятков стран, которые наметят программу искоренения туберкулеза на планете. Российскую столицу выбрали местом проведения конференции благодаря впечатляющим успехам в борьбе с этим заболеванием. Сегодня в Москве самые низкие показатели заболеваемости туберкулезом почти в четыре раза меньше, чем в среднем по стране. Во многом это связано с реорганизацией работы городского центра борьбы с туберкулезом. В 2012 году он превратился в большой клинический научный комплекс. В него вошли 17 диспансеров и одна больница. Теперь проводится не просто лечение больных, но и профилактика тех, кто находится в зоне риска, тех, кто контактирует с инфицированными. Детально исследуется каждый очаг инфекции. Департамент здравоохранения Москвы регулярно проводит акции в парках и скверах. На передвижных станциях любой может пройти обследование на наличие палочки Коха – туберкулезной инфекции. В преддверии чемпионата мира 2018 по футболу в российских школах провели уроки толерантности, сообщает МИР24. Тема – футбол без дискриминации. Ученикам рассказали историю создания FIFA и показали фильм. Занятия проводили именитые спортсмены и звезды эстрады. Ученики с детства должны понимать, что такое уважение к другой национальности, религии, культуре, к людям с ограниченными возможностями. И сейчас в преддверии грандиозного события это особенно необходимо, потому что всему миру нужно показать, насколько наша страна толерантная. Подобные уроки прошли во всех городах-организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, в четверг стали известны все 32 участника предстоящего мундиаля. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Доля православных христиан в мире сократилась за последние 100 лет, утверждают исследователи из американского центра Pew Research. По данным социологов, причина этой тенденции заключается в более быстром росте числа христиан других конфессий, католиков и протестантов, а также нехристиан, передает Благовость.Инфо. Статистические данные, на которые ссылаются ученые, показывают, что в течение 20 века православное население Земли увеличилось более чем в два раза и составляет сегодня 260 миллионов человек. В одной только России насчитывается более 100 миллионов православных. Эта цифра резко возросла после падения советского атеистического режима. Однако в целом только 12% христиан являются православными, тогда как 100 лет назад их доля достигала 20%. Если брать все население Земли, то сегодня православные составляют 4%, тогда как в 1910 году эта цифра равнялась 7%. По выводам центра Pew, одной из причин сокращения доли православных являются общие демографические тенденции в Европе, где рождаемость находится на крайне низком уровне по сравнению с такими регионами, как Африка к югу от Сахары, Латинская Америка и Южная Азия. В целом удельный вес европейцев населения земного шара продолжает сокращаться. Священнослужители в Кахетии выбрали необычную форму общения с паствой. В Гурджиане в воздухе над средней школой появился вертолет, с которого священнослужители благословили собравшихся во дворе учеников. После ритуала сбросили им угощения в виде конфет, пишет Благость.Инфо. Как заявил священнослужитель отец Иоанн, он попросил директора учебного заведения вывести учеников на улицу. В следующем году детей и в других школах мы будем благословлять с воздуха, а потом одарим конфетами, отметил священнослужитель. Примечательно, что вертолету отцу Иоанну предоставила служба пограничной полиции Грузии. В связи с инцидентом по решению руководства МВД Грузии уже освободились занимаемые должности высокопоставленного сотрудника службы пограничной полиции. Дело в том, что допускать посторонних людей на борт служебного вертолета запрещается. Лауреатов всероссийского конкурса «Святость материнства», направленного на защиту семьи, материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов, наградя 24 ноября в Москве, сообщили в пресс-службе фонда Андрея Первозванного, который проводит конкурс, передает РИА Новости. Сегодня работа по сбережению человеческой жизни придает основополагающий смысл всем нашим усилиям. Одним из главных достижений на этом пути мы считаем то доверие, которое завоевала наша программа в среде медицинского сообщества и особенно со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации, отметила председатель попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Якунина. Общий призовой фон конкурса составляет 1 миллион рублей. Эту сумму распределяют между победителями и призерами в трех номинациях – лучшая женская консультация, лучший врач-акушер-гинеколог, лучший психолог по доабортному консультированию и специалист по социальной работе – за лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности. Конкурс проводится во второй раз. В этом году на него поступило 315 заявок. Субтитры подогнал «Симон»